Фаина Гиршина Фельдман – настоящее имя известной советской актрисы. Родилась в маленьком городке Таганроге в состоятельной еврейской семье. Немного заикалась, не имела подруг и не любила учиться. Никто даже не предполагал, что она – будущая звезда отечественного кино. Кино Фаина увлеклась лет в 12. Своё первое впечатление от увиденного она описывала так. Обомлила. Кино было в красках. Возможно, Ромео и Джульетта. Я была в экстазе. До сих пор хорошо помню свои ощущения. Настоящее потрясение она испытала, побывав на спектакле «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова. Кстати, псевдоним Раневская – именно оттуда. После увиденного на сцене она уже точно решила, что обязательно будет актрисой. И всю дальнейшую жизнь мечтала о том, чтобы не просто стать актрисой. Уехала из маленького Таганрога в Москву. Ни в одну лучшую театральную студию столицы ее не приняли. Пошла в частную. Первым ролям в театре, пусть даже в массовке, она радовалась несказанно. В 1934-м ее заметил начинающий режиссер Михаил Ром. Пригласил на роль госпожи Луазо фильм «Пышка». Наверное, конечно же, для наших телезрителей лучше всего Фаина Георгиевна Раневская предстанет каким-то тем фильмом, который составляет, наверное, золотой фонд советского кинематографа. Именно советского кинематографа. Потому что Фаина Георгиевна Раневская, она, конечно, одна из наиболее ярких лиц этого кинематографа. Имея, может быть, не такую яркую внешность, как многие, допустим, там известные советские артистки, как, например, Львов Орлов. Она была антиподом от актрисы. Она как раз и играла, как правило, всех отрицательных персонажей в женском образе. Фаина Георгиевна не признавала слово «играть». Она считала, что на сцене нужно жить. Она жила. Ни в театре, ни в кино. Никому не позволялось добавлять слова в сценарий, кроме Раневской. Она всегда оставляла емкое словцо. Ироничные фразочки ее героинь тоже становились крылатыми. В свадьбе, когда она говорила, говорит, ну что, и дня нету, как ты женат, а уж замучил ты меня и дочку мою. Нудный ты, ох, нудный. Да, конечно, я сейчас просто вот, пока я какую-то роль, по именам я даже не вспомню, но опять же, тоже крылатая фраза. Я сама себе не звоню, не нервирую меня, муля. Ну, для меня, в первую очередь, с этой актрисой я связан фильм «Весна», какой же популярный во времена моего детства и молодости. И, естественно, фраза, которую, как там Лев Маргаритович, по-моему, да, как бы на красота страшная сила и вот эта чудная шляпка, но эта картинка на всю жизнь, это никогда из памяти не выветрится. Ну и, конечно, фильм «Подкидыш». Тут это, собственно говоря, муля, не нервируй меня. Крылатую фразу «Муля, не нервируй меня» придумала Рина Зеленая. Всю оставшуюся жизнь муля преследовала Раневскую. Так и кричали мальчишки вслед на улицах. Эту фразу первые вспоминали при знакомстве с ней. Даже Брежнев на вручении ордена Ленина в честь 80-летия вместо приветствия сказал «А вот идет наша муля, не нервируй меня», на что Раневская ответила «Леонид Ильич, меня так называют или мальчишки, или хулиганы». Генсек смутился и добавил «Простите, но я вас очень люблю». Раневскую называют философом с цигаркой. Без всякой цензуры, остроумные и саркастичные фразы актуальны по сей день. В каждом книжном магазине обязательно есть сборник ее афоризмов. Покупают, конечно, женщины в основном, но причем нет ограничений по возрасту. И молодые девушки, и уже женщины в летах. Наверное, современные женщины воспринимают Раневскую как модель поведения. Мне кажется так. То есть ее острота, ее резкость, ее остроумие – это то, что женщины хотят видеть сегодня в себе. И только близкие знали, что это скандальная особа, язвительная дама с толстым голосом, страшная, одинокая и ранимая душа.